У нас времени совсем мало осталось, я прошу прощения, что всё так приключилось, форс-мажорно. Давайте очень-очень-очень быстро. Все знают аббревиатуру, расшифровку эту. Behavior-Driven Development. Разработка через поведение. Основной посыл такой, с точки зрения теории. Это не про автоматизацию тестирования. Я пришёл сюда к вам, инженерам по качеству, чтобы сказать, что не используйте Behavior-Driven Development фрейворки для автоматизации и тестирования. Очень вас прошу. Потому что это инструмент коммуникации, это инструмент построения workflow вашей команды. Это инструмент команд, а не людей, которые сидят где-то в углу, что-то там пишут, и в итоге говорят, что у нас там что-то покрыто на сколько-то процентов. Очень просто. У вас есть такая штука, наверное, многие слышали про неё, как юзер-стори, рассказ пользователей и так далее, и тому подобное. На самом деле, она очень просто описывается. И, в принципе, под эту литерацию подстраивается и Behavior-Driven Development в частности. Card Conversation Confirmation. Что-то зафиксировали, обсудили, прокоммуницировали, подтвердили с помощью проверочных сценариев и с помощью реализации. Как это происходит в действительности? У вас пишется очень краткая, вот в качестве юзер-стори, да, такая формулировка трёхстрочная. Ну, у неё есть название, есть формулировка там. Для чего, кому и что именно? Вы это обсуждаете, это занимает, как правило, несколько встреч. Это может быть одна, две, три, там совсем упоротых команд. Это может быть и четыре встречи, но вообще как бы двух-трёх достаточно. Вот примерно так нормально. То есть, это триамиго, груминг-сессия, собственно, ваше планирование непосредственно в начале спринта, если вы по скраму работаете. И дальше, когда вы это всё обсудили, то есть, обсудили с заказчиком, обсудили с командой, очень важно, что это не просто пришёл кто-то, чего-то написал, вы сели и автоматизировали, и реализовали. Это очень долгий такой цикличный процесс. Я презентацию всё равно там по итогу выложу, посмотрите там, в принципе, в графическом виде это всё понятно. А дальше вы на демо приходите такие, ну и вот, как мы это называем, демо без рук. Мы написали проверочные сценарии, приходим и запускаем их. Вот сидим, вот как договорились, так, собственно, оно и ходит. Если оно не падает, значит, мы сделали то, о чём договорились. Если заказчик говорит, нет, ребята, надо докрутить, мы говорим, не вопрос. Сценарии наши отредактировали, погнали дальше. И у вас в итоге получается очень простая штука. У вас есть исполняемая спецификация, executable, да, так называемая. То есть, если вы работаете вот по этой аббревиатуре, очень похожей, да, то у вас сначала на входе падающие тесты, вы их по одному реализовываете, у вас получается продукт хорошо спроектированный, потому что вы сначала подумали, как это протестировать, а потом как это сделать. Это очень большое преимущество в сравнении с тем, что делается обычно. Потом у вас, ну, собственно, есть сами автотесты, да. Без этого любая гибкая разработка умрёт через 2-3 спринта, поверьте мне. То, что она продолжает жить, якобы, это уже некромантия менеджеров, не верьте им. Ну и последнее, это, собственно, то, что у вас в результате получается, это так называемая живая документация, да, living documentation. Почему? Потому что если у вас здесь что-то не отражено, у вас приложение работает неправильно. Если у вас что-то здесь отражено неправильно, у вас приложение работает неправильно. Если у вас падают тесты, приложение работает неправильно. И, собственно, если ничего не падает, но кому-то что-то не нравится, и вы это, скажем так, зафиксировали неправильно, то вы можете это изменить, повторить цикл, у вас приложение работает правильно. Вот, собственно, с точки зрения обеспечения качества, на мой взгляд, это та парадигма, без которой очень сложно жить в этом мире agile, который сейчас всех сильно накрыл. Если, скажем так, не посмотреть в эту сторону и попытаться продолжать жить, как мы жили до этого, скорее всего, ничего не выйдет. Ну, опять же, средствами менеджерской некромантии проекты могут быть и успешными, какие угодно, но, к сожалению, продукты будут некачественными, то есть они будут не соответствовать тому, что было задумано, что необходимо и, скажем так, тому, чтобы оно стопроцентно было и работало. Я могу сказать, что вот тот проект, о котором я хотел вам рассказать, он был такой экстремальный на самом деле, но в результате что у нас получилось? У нас получилось 0 секунд техническая задолженность. Почему? Потому что всё вот это в цикле ревьювилось, постоянно исправлялось, и, собственно, если у нас этого нет, у нас, опять же, что-то… Мы не успевали бы там в недельные спринты укладываться и весь этот цикл реализовывать. Это очень сильно дисциплинирует всех, начиная от вашего заказчика, заканчивая там админом, потому что если вы так не работаете, то вы не успеваете в неделю, вы вылажаете спринт за спринтом и всё проваливается. И второе, что у нас стопроцентное покрытие, вот, всеми любимое, потому что если у нас что-то не покрыто, мы, опять же, регресс не успеваем сделать, значит, мы не уверены в том, что у нас есть, значит, в следующем спринте у нас повалится билд, и билд будет валиться 37 раз, о чём я тоже хотел рассказать. Но это тоже решаемо, и в результате у вас может получиться хороший продукт. Этот продукт пилился полгода, конкретно этот. Сейчас делаются продукты гораздо больше. И неважно, на чём вы делаете. Дестопные приложения, веб-приложения, мобильные приложения. Вот такие фреймворки есть для всего, и, в принципе, они доступны, они достаточно зрелые, ну, Кьюкомбы в частности, да, и вся его экосистема. Поэтому, собственно, почему я вообще взялся за этот лист-доклад, потому что организаторы сделали баркэмп, и если кому-то интересна эта тема, и вот вы хотите поспорить, как минимум, а может что-то спросить, сейчас можем пойти в баркэмп-секцию и там поговорить. Ну, и, блин, пока один-два вопроса. Наверное, есть у нас ещё время. У нас времени нет совсем. Нету совсем. Ну, тогда всем спасибо.